Необходимость проведения реформ в таких социально значимых сферах, как здравоохранение и образование, назрела уже давно. Ведь именно эти две отрасли имеют важное значение для всего нашего общества. В своем выступлении на заседании Национального совета общественного доверия глава государства отметил, что в сферу здравоохранения будут вынесены существенные изменения, а зарплата врачей возрастет в 2,5 раза. Также президент дал поручение увеличить финансирование сферы образования и науки. О том, как это отразится на работе врачей и педагогов, наш следующий сюжет. Сегодня качество казахстанского образования вызывает массу вопросов. До сих пор в стране есть школы с трехсменным обучением. Кроме того, ощущается нехватка учреждений образования в сельских регионах. Несмотря на программу с дипломом в село, молодежь не стремится ехать туда работать. На данный момент в некоторых сельских учебных заведениях один педагог проводит уроки по трем-четырем предметам. Один из тех, кто лично знаком с проблемами сферы образования, педагог с 30-летним стажем – Мурат Жаксыбаев. Начав трудовую деятельность в сельской школе, он прекрасно знает о существенной разнице между городскими и сельскими учебными заведениями. Я считаю, что в будущем наша страна должна уделять особое внимание не только освоению природных ресурсов, но и сфере образования, которая вносит свой неоценимый вклад в развитие нашего государства. Для этого в стране запланировано строительство новых школ, укрепление их материально-технической базы. Также одним из главных приоритетов является снижение разницы между сельскими и городскими школами. На заседании также прозвучало предложение о формировании национальной школы в условиях современного образования. Пора уделять пристальное внимание изучению государственного языка, литературы, истории и краеведения. Также нужно учесть, что на данный момент зарплата преподавателей вузов намного меньше заработной платы школьного учителя. В этой связи планируется повышение заработка представителей высшей школы посредством увеличения государственных грантов. Это, безусловно, отразится на качественной подготовке специалистов. Для этого особое внимание нужно уделять обучению молодых специалистов. В частности, планируется увеличение заработной платы учителей, увеличение стипендий студентам, обучающимся на педагогические специальности. В то же время считаю, что увеличение количества грантов является свидетельством особого внимания к сфере образования. Отличной новостью для работников сферы здравоохранения стало известие о том, что зарплата врачей вырастет в два с половиной раза. Не секрет, что сегодня медработники получают низкую заработную плату по сравнению со специалистами других сфер деятельности. Теперь настала пора поднять престиж этой благородной профессии посредством увеличения вознаграждения за их нелегкий труд. В связи с этим президент поручил правительству в ближайшие три года поэтапно повысить заработную плату медицинских работников. Думаю, что это очень хорошая новость. Я считаю, что социальное положение медицинских работников, их стабильность, высокий уровень их жизни, когда они могут не беспокоиться о благосостоянии своей семьи, позволит им более качественно заниматься сохранением здоровья человека и всего общества. Как отметил глава государства, их заработная плата вырастет в два с половиной раза и должна в итоге стать больше средней заработной платы специалистов других отраслей экономики. Отметим, что этот показатель должен быть достигнут к 2023 году. Выражение такой признательности людям в белых халатах более чем своевременно. Ведь в этот сложный период глобальной пандемии коронавирусной инфекции все общество стало свидетелем их упорного труда в целях сохранения здоровья всей нации.